всем здравствуйте с вами на связи елене и вы на моем канале самопознание скорее всего можно назвать канал не самопознание наверное самокопания сегодня у нас с вами будет неожиданный формат и наверное не совсем обычный расклад то что вы видите мои руки это не случайно причина заключается в том что сегодня мы с вами будем работать над темой финансов расклад называется как вы уже видели а вы дружите с деньгами и я почему выбрал такой формат необычный потому что сегодня я буду работать на эпическом таро у вас краски будет возможность посмотреть картинки в работе да ну глизи вот но я выбрала такой формат потому что мы сегодня с вами будем работать на метафорических картах метафорические карты маг карты на ночь как они их называются это психологический инструмент колоду с которой мы сегодня будем работать это все о нем метафора метафора мужской идентичности и из-за этого факт формат который я выбралась для сегодняшнего расклада будет именно такой почему потому что метафорические карты это что-то нечто похожее на оракул похоже то есть это вот такие вот картинки но они без надписи и работа идет именно с нашими внутренними проекциями а поскольку я хочу чтобы сегодня вместе со мной вы тоже поработали делая данный расклад у вас и будет возможность но условно говоря одни к такой индивидуальной работы то есть помимо того что я буду говорить у вас будет возможность видеть эти карты и а вы сможете дополнительно с ними параллельно вместе со мной работать именно по этой причине я выбрала именно вот такой формат орок я извиняюсь за то что я без маникюра просто периодически я оставляю ногти вот именно в таком формате чтобы они немножко отдохнули вот надеюсь я вас это совсем будет смущать расклад у нас сегодня без позиции причина почему он без позиции потому что расклад достаточно глубокий когда я беру такие глубокие психологические расклады задача их больше как к демо версия и если вам понравится приходите на индивидуальную консультацию где вот непременно непосредственно для вас мы и поработаем вот под вас на чтобы не было такого здесь что-то было созвучно здесь не было созвучно рассматривать мы с вами будем сегодня всего семь вопросов да обычно в таких демо раскладов на одну позицию вопросов я выбираю больше но вот сегодняшний у нас будет 7 и мы постараемся я по крайней мере вместе с вами немножечко разобраться в теме финансов потому что она достаточно актуальная хотя по количеству просмотров она не набирает столько сколько например тема взаимоотношений но поскольку канал у меня все-таки про самокопание на про самопознание и вот сегодня мы с вами будем познавать тему финансов как мы будем работать я буду использовать метафорические карты в этой колоде есть еще и карты с глаголами надеюсь вам будет видно потому что в первый я в первый раз я так делаю вот такой вот формат ну руки я по-моему показывала но вот именно вот такой формат чтобы видел в первый раз поэтому уж не серчайте я знаю что и такой формат будет не постоянно просто вот именно для этой колоды потому что я хочу чтобы вы видели картинки вот вся суть да то есть для меня важно чтобы включалась включались и ваши проекции здесь глаголы да карточки с глаголами вот и давайте уже приступим не будем так много болтать я уже испробовала на себе этот расклад увидела убеждение мне казалось что я свои убеждения знаю касательно финансов но оказалось не достаточно и уже моя любимая колода эпического таро достаточно такая глубокая духовно и так первый вопрос устраивайтесь поудобней я надеюсь вас никто не будет отвлекать по крайней мере постарайтесь создать себе тишину а вот либо потом еще раз пересмотреть расклад первый вопрос каким образом ко мне приходят деньги я не проверила звук но надеюсь слышно и так каким образом ко мне приходят деньги так давайте посмотрим каким образом видно 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 надеюсь видно да вот так да я буду ставить если ровно мне важно чтобы вы тоже видели хорошо причем видели каким образом ко мне приходят деньги вот смотрите картинка все что вы улавливаете в процессе того что я буду говорить важно что вы отслеживали как я обычно говорю свои реакции ощущения чувства воспоминания может быть какие-то мысли будут приходить какие-то напоминания будете обращать внимание на детали не включайте знаете вот такой конкретные моменты того что вот прямая ассоциация это напоминает об этом нет желательно чтобы вы включали а то что может к вам приходить в голову ну какие-то вот сумасшедшие да абсурдные может быть мысли на них тоже обращайте внимание и так каким образом ко мне приходят деньги ну вот вы видите на самой этой карте деньги к вам приходят не очень-то приятным образом почему потому что мы видим здесь персонажа мужчину который держит топор окровавленный да и он сам весь окровавленный здесь у нас значит идет изображение я просто подсказываю что в небо изображение крестов кладбище церквушка и вот здесь скорее всего трупы то есть сама карта такая достаточно нагнетающая на ней нет других героев на ней нет других персонажей она говорит о том для меня для вас может говорить что-то другое то есть вы слушаете себя поэтому нас формат такой говорит о том что деньги приходят с огромным трудом да иногда не то что нужно идти по головам а здесь возможно нужно не нужно а вы возможно предаете себя в чем-то да то есть переступаете через себя иногда деньги к вам приходят с какой-то вот болью да с какими-то трудностями может быть где-то не вам предстоит отстаивать как-то свою точку зрения тем самым вы причиняете боль другим людям да либо самому себе сейчас мы вытащим один глагол который поможет нам сочетать то есть вы обращаете внимание на то что значит этот глагол для вас ваше понимание и параллельно соединяете именно с картинкой чтобы увидеть какая связь каким образом ко мне приходят деньги на вот через контроль да то есть деньги приходят нелегко неестественным образом да здесь приходится вам контролировать а что именно вам приходится контролировать все вот так вот мне специально побольше сделаю что что именно вам приходится контролировать нам подскажет а вот смотрите это аркан башни он говорит о том что вам приходится контролировать свое эго да то есть возможно вы достаточно если говорим о крови да возможно вы достаточно эмоциональный человек да и вот я не случайно я сказала что вам приходится иногда наступать самому себе либо самой себе на горло и и не только контроль контролировать приход денег но и расход и для вас это слишком слишком эмоционально да переживаете волнуетесь но здесь когда мы говорим что вам приходится контролировать да по башне башни башни говорит о том что прежде чем ты влюбишься давайте вот так ручку возьму так удобнее будет вам показывать такой вот формат у нас живой немножечко не критикуем а работаем а прежде чем ты влюбишься в свое творение да и вот здесь вот человек вот это вот металлических доспеха да измени свое мировоззрение глаз да измени свое мировоззрение иначе с тем мировоззрением которое у тебя есть сейчас вот и ты влюбляешься в продукт своего вожделения либо своего творения своей идеи он тебя разрушит поэтому вот здесь вот идет вот молния да и разрушение как на башне суть заключается в том что с тем мировоззрением которое у тебя есть оно достаточно эгоистично оно не совсем верное по причине того что оно либо уже отжило либо уже требуется каких-то перемен либо оно не совсем эффективное для тебя на данном этапе и если ты хочешь получить то что ты хочешь получить надо изменить свою точку зрения надо изменить вот здесь у глаз вити нарисовано свое мировоззрение иначе вот эта вот вся ситуация будет вмешиваться в твою жизнь и оно так или иначе будет разрушать твое эго и у нас был вопрос если вы помните который говорил о том каким образом ко мне приходят деньги деньги приходят достаточно трудно приходится контролировать и в данном случае не сами финансы контролировать а именно контролировать и ситуацию возможно да либо иногда свои вспышки эмоций и это связано с тем что ваш подход вообще к финансам на данный момент ну то есть то как вам приходят деньги он уже изначально неверный либо так как есть сейчас уже не должно быть ну то есть тот формат через который к вам деньги приходят он уже себя отжил то есть так или иначе перемены должны произойти либо вы их произведете осознанно контролируемо да либо все равно произойдет какая-то ситуация где будут разрушения вам нужно будет поменять взгляды потому что вот эта вот картина где очень ну где есть кровь да где я своим трудом знаете как не совсем так скажем честным путем в контексте того что я беру силы то что я хочу я получаю я получаю силы поэтому у меня есть этот инструмент у меня есть это орудие и этот инструмент он эгоистичный я хочу я получаю опять я то есть деньги можно получать можно получать более проще легче в кайф в удовольствие но вы этого пути не знаете поэтому вам придется разрушить этот путь давайте еще узнаем каким образом к вам приходят деньги я буду отодвигать периодически мы будем возвращаться картам каким еще путем к вам приходят деньги здесь мы видим единорога сфер то есть это пашпиндакли в классике это чистый потенциал да то есть у вас есть возможность зарабатывать деньги у вас есть понимание но единороги это всегда самое доверчивое самое чистое животное и оно не приходит к людям просто так да то есть мифах всегда говорилось о том что девственница входила в лес для того чтобы призвать единорога то есть метафорично здесь идея говорит о том что побуждение и намерение должны быть чистыми а у нас уже идет некий такой конфликт что здесь есть кровь да и кстати кресты и завершение то есть это должно завершиться и человек уже сам понимает что вот этот вот путь должен завершаться и намерения должны быть чистыми и разрушение опять таки здесь говорит о том что нужно изменить да свой подход цели на то как я добиваюсь первопричина заключается в этом давайте возьмем еще метафорические картой посмотрим каким образом ко мне приходят деньги ну вот видите так давайте я вот поближе сделаю тут мы будем отодвигать это нам уже не нужно значит мы двигаем это уже карты которые были отработали наверх вот смотрите каким путем вам приходят деньги очень интересно потому что это смотрите человек типа добивая как это там геолог да в рудниках условно говоря что это рудник потому что все таки пространство открытое но мы видим что он прикован цепями именно к своей цели и он работает но мы здесь видим орла орел это всегда из древнего алхимия было олицетворение духа нечто такого чистого свободного первоисточника да творца если хотите можете так назвать да и здесь свобода то есть орел он летает в бесконечные горизонты просторы опять таки то что я говорю у вас может быть своя символика свои свои олицетворение ассоциации поэтому переводите на себя и смотрите что вам отзывается и здесь на картинке очень трудом причем знаете вы прикованы к финансам здесь даже не про то что видите способности человек все-таки молодой он может достичь того что он хочет потому что он не старый он не больной он не израненный так как на этой карте но у него уже есть некий опыт если я не ошибаюсь это мешок нет скорее всего это просто камень но в любом случае камень достаточно большой и он за его спиной то есть я могу предположить что карт говорит о том что есть у него некий опыт да опять таки смотрите здесь орудие труда и здесь орудие труда но он привязан к своей цели а ему хочется свободы ему хочется легкости хочется вот этой вот чистоты да побуждение чтобы деньги приходили не то чтобы вот от безделья да то есть я ничего не делала деньги приходят нет а приходили иначе да чтобы действительно это было возможности вот как у орла летать туда куда хочу и делать то что я хочу давайте вытащим один глагол и посмотрим желать вот как раз таки сочетание карты у нас получилось на желание то есть мы хотим изменить ситуацию да мы хотим чтобы деньги к нам приходили по собственному желанию да то есть возможно даже под какое-то намерение появилось какое-то намерение какое-то желание и у нас сразу появились деньги и желательно чтобы они были не таким способом какие у нас есть сейчас а более проще более легче так идем дальше это первый вопрос надеюсь вы поняли как мы с вами сегодня будем работать а вопрос номер два как могут деньги сейчас я открою дверь а то мне жарко не закрыла чтобы вам было слышно чище вот микрофон я и не включила не купила как деньги могут приходить ко мне по-другому давайте посмотрим варианты каким образом могут они приходить вот смотрите каким образом могут приходить ну во первых сразу у нас на карте показан некий мост над весной каким образом могут приходить еще деньги только тогда когда вы преодолевая страх потому что видите страх трудности видите здесь поломанные несколько деревяшек преодолевая вот это вот страх почему преодолевая потому что здесь надо над пропастью над рекой пройти на другую сторону то есть преодолевая вот этот страх вы сможете прийти туда куда вы хотите но вы не одни на этом пути у вас есть рука помощь от вас зависит это ваш выбор возьметесь ли вы за эту руку чтобы вам вас поддержали не то что вас перенесут хотя для кого как да для кого то может быть вариант рука то она достаточно большая да здесь не маленькая ручка может взять и перенести вас а может просто можете опираться да чтобы поможет и подстраховать то есть олицетворение у вас данной руки данной картинки у каждого свое поэтому как деньги могут приходить ко мне по-другому если будет некая помощь если будет некая поддержка опора да то есть если вы найдете такого человека или такую ситуацию вытаскиваем глагол что нам скажет зажиматься да в моем понимании глагол зажиматься да это уже некое сопротивление когда мы зажимаемся когда мы боимся когда вы зажаты вспоминаете когда в теле нету баланса между сжатием разжатием да то есть кровь у нас как двигается по венам через периодическое сжимание в одном месте сжимание в другом и так и так у нас происходит движение крови вот здесь вот примерно точно так же когда вы прекратите зажиматься то есть вы прекратите сопротивляться вот этой помощи которая вам дается она может быть не только не только через людей эта помощь может к вам приходить в виде каких-то подсказок то есть варианты разные и вот не отвечая на вопрос как деньги могут приходить ко мне по-другому мы видим когда вы перестанете зажиматься во первых когда вы захотите перейти по этой лестнице на на противоположную сторону когда вы захотите заметить другие возможности пускай они не столь идеальны но вам для начала надо заметить эту лестницу дальше надо будет возможно обратить варианты как можно ее перейти вот и воспользоваться конечно же возможности что нам скажет таро каким другим способом вот здесь вот смотрите феникс феникс сфер с феникс сфер в традиционной колоде это королева пендапли она говорит о том что у вас уже есть сила меняться либо самостоятельно либо влиять каким-то образом на перемены на пространство и в этом есть магия то есть в этом есть ваша возможность какие как деньги могут приходить к вам иначе через возможность через желание меняться вот когда вы захотите изменить вот эту вот ситуацию вот здесь то что мы говорили трудно через контроль через все такое вот когда вы захотите у вас есть возможность королева пендапли в данном случае феникс сфер также говорит о том что вы можете взращивать в себе эти способности если у вас их еще нет потому что все таки потенциал по единорогу он у вас присутствует проще говоря захотите то есть магия произойдет тогда когда вы этого сами захотите но ваша сила в переменах и здесь карта говорит о переменах и здесь карта говорит о переменах и здесь у вас есть желание к переменам но пока вы еще здесь хорошо идем дальше и смотрим как же вы часы наверх подниму как а вы принимаете деньги как вы принимаете как вы принимаете деньги как вы принимаете вот таким образом ну во первых смотрите очень интересно да здесь есть птицы голуби в принципе опять таки возвращаясь к алхимии да голубь это очень схожая по состоянию с орлом только если орел и это дух феникс это выше орла это чистый дух вот уже в алхимии изображают а голубь это больше олицетворение чистоты чистоты этого духа да если вы вспомните на тузе кубков в классике райдера над кубком есть голубь да как мы говорим голубь мира перемирия и у нас вопрос звучал как я принимаю а вы принимаете да то есть прекрасно принимаете деньги достаточно дружелюбно все-таки это голуби да это мирные птицы вот они вам приносят недостающие вам пазл здесь что у нас а кто-то скорее всего 10 перо принес на могу ошибаться но вам не достает до каких-то пазлов и вы вот деньги у вас вот как раз таки может быть для кого-то и ассоциируется в виде птиц также птицы у нас и до олицетворение некой такой информации поэтому деньги вы принимаете возможно формате информации могут приходить может быть кто-то вам помогает опять-таки иногда здесь все-таки рука у нас присутствует рука помощи получать деньги но однозначно вся картинка до парень здесь нарисован достаточно умиротворенный почему парень потому что у нас колода все-таки это все о нем мужской тип метафор а не женские и деньги и профессиональное становление это все-таки энергия не у нас ну давайте вытащим глагол и посмотрим как вы принимаете деньги ну вот видите через наслаждение на то есть деньги приносят вам удовольствие деньги приносят вам наслаждение и это не многие могут сказать что ну да конечно же это же логично же деньги приходят и но они добру не всегда почему потому что если есть какие-то блоки допустим на деньги да то деньги могут примерно пригать да или еще что-то какие-то другие эмоции могут высыпать но в вашем случае деньги приносит вам наслаждение и вы их принимаете с удовольствием давайте посмотрим на таро что нам скажет таро девятка кубков вот смотрите наслаждение здесь девятка кубков в принципе эта карта говорит об удовольствии наслаждения но девятка она всегда эгоистично то есть все таки модель эгоистичности присутствует это и не хорошо и неплохо мы все достаточно эгоцентричны да то есть восприять воспринимаем мир через призму самого себя то есть я центр всего и все крутится вокруг меня почему потому что ощущение восприятия она идет из нас она не идет откуда то есть точка отсчета внутри нас это нормально когда мы воспринимаем мир достаточно эгоцентрично но здесь девятка кубков говорит о том что даже тогда когда кажется что все возможности уже завершены то есть я уже выпил вот остался здесь один кубок а не девять ну восемь еще да как обычно рисую девять кубков на аркане всегда когда ты к тебе кажется что ты уже обесточен у тебя нет других возможностей у тебя нет других способностей у тебя всегда остается благодарность то есть ты отдал уже все и кажется что уже нечем делиться но всегда остается благодарность и поэтому когда отвечает опять-таки на вопрос как вы принимаете деньги с огромной благодарностью могу сказать да то здесь у нас наслаждение удовольствие а здесь благодарность по с любовью и благодарностью то есть по крайней мере не важно даже что это будет маленькие деньги но вы всегда благодарите за то что получается это очень хорошо потому что знаете здесь смотри сразу же идет смысл о том что вы цените свой труд ну либо то как вам приходит деньги отсюда идет краски благодарность потому что труда у вас достаточно или бы деньги приходят достаточно сложно не так легко но именно поэтому вы и умеете ценить да то есть вопрос ценности своего собственного труда если вы получаете деньги за это он присутствует и это уже очень хорошо сколько я стою как эксперт неважно есть у вас клиенты вы работаете на съемной работе неважно здесь как вы себя оценивать это ваша ценность себя ваше восприятие себя то есть сколько я стою как эксперт а вот смотрите какая картинка у нас очень красивая сколько я стою мы видим что ваша оценка самого себя она зависит как будто бы от мнения других людей то есть вы как эксперт да вы же эксперт вы держите лук на натягиваете сетеву и у вас есть цель но глаза-то у вас завязаны вы не видеть есть ощущение восприятия да куда я хочу выстрелить и навык есть ну а здесь у нас сразу понимать понимание появилось а почему сложно деньги зарабатывать потому что есть другие персонажи которые либо влияют на ваш заработок либо вы зависимы от мнения других людей то есть у вас уже есть неуверенность смотрите ценность себя как человека ценность денег у вас есть потому что деньги нелегко приходят но ценность себя как эксперта так какого нету вы а опираетесь на мнение других людей то есть если вам скажут один говорит налево направо другой туда-сюда и вот ваша ценность вас как эксперта колеблется один может восхищаться вами а другой наоборот будет говорить что нет вы не очень хорошие и у вас настроение будет падать да я уже говорила о том что вы достаточно эмоциональный человек здесь кровь все-таки присутствует вы живой человек вы такой яркий огненный и поэтому эмоциональность присутствует и это будет влиять на вашу эксперт то есть вы не опирать у вас нету внутреннего стерженья в контексте вашего профессионального восстановления у вас больше опора идет на внешний мир то есть вы познаете себя как эксперта через мнение других людей если вас похвалили ваша самооценка поднялась если что-то указали как-то откритиковали ваша самооценка падает даже если вы понимаете что критика данном случае была не уместные либо не совсем корректные либо неправильные но все равно потому что у вас закрыты глаза с другой стороны эту карту можно читать немножечко иначе говоря о том что прекратите слушать мнение других людей слушайте свое сердце то есть глаза закрыты погрузитесь внутрь себя сосредоточьтесь и вы четко будете выстреливать в нужную и будете попадать в цель то есть если вы будете опираться на то чего вы хотите достичь куда вы стреляете туда безусловно ценность ваша то есть если задача поставлена правильно да ценность вас как эксперта да сколько я стою она будет соответственно но все же давайте вытащим глаголы посмотрим что же нам скажут глаголы вот сдаться да то есть сразу вы раз появляется другая картинка говорящая о том что вы можете сдаваться видно нет не видно сюда сдаться вы можете сдаваться да то есть как эксперт мнение другое сказали руки опустились вы сдались не получили цель люди свое дело сделали забрали у вас вашу энергию да почему потому что вы не поверили в себя как эксперта не смогли реализоваться вам эта энергия на реализацию не нужно а чтобы она вас не разрушала так как вы эмоциональный человек в эту энергию отдаете притягивая к себе критиков они забирают вашу лишнюю энергию и они сыты как говорится и у вас ничего не разрушила и при этом вы сдались здесь уже сразу появляется вопрос самооценкой давайте посмотрим теперь на таро сколько я стою как эксперт ну вот это император вот такой вот такой вот у нас интересный император который говорит о том что вам была дана карта говорит вам была дана божественная искра для того чтобы вы умели и помнили во первых что огонь да то есть искра это как жизнь данном случае подразумевается не как духовное развитие как сама жизнь и ее нужно направлять она во первых на потребление на покрытие своих потребностей да то есть на еду питье и все такое на то чтобы найти вот здесь вот очень много огня кстати на то чтобы найти свет то есть выход из ситуации и третий момент на то чтобы ощутить себя в безопасности и вот здесь вот по этой карте да вы сдаетесь тогда когда вы ощущаете себя в опасности наоборот да я не без ну то есть я как эксперт на работе я не чувствую безопасность то есть много факторов если это не люди много факторов на меня влияют на мой профессионализм и я не чувствую себя в безопасности вот что нам говорит тарка вам нужно быть более уверенным в себе потому что все таки император это не не какой-то там король да это человек уже с достаточным опытом есть у вас опыт не случайно я вот здесь вот говорила по этой карте что здесь есть этот опыт как камень до груз но нету уверенности нету понимания того что у вас свой путь здесь вот как раз таки цель да своя цель и вам никто не нужен на этом пути чтобы вас оценивал только вы ваша проекция помню что маг карты это все-таки инструмент внутренних проекций ваша проекция говорит о том что вы себя не совсем понимаете и совсем знаете как эксперта мы видим здесь славу да не случайно и шапка здесь очень напоминает хвост скорпиона все-таки император это это овен в астрологии да а овном овен это стихия огня на то есть вот здесь вот единственные а интересно что я вам тут говорю да наверное опытные заметили но не случайно смотрите это не аркан императора а это аркан дьявола я прошу прощения но видимо оговорка по фрейду не случайно это здесь все равно вопрос самооценки стоит аркан дьявола здесь говорит о том что есть некое искушение почему я обратила внимание здесь на цепи смотрите цепи здесь и цепи у нас вот здесь вот на этой на этой карте появляются то есть вас сковывает как эксперты как раз таки вот именно ваша самооценка искушение страхи проще говоря да ну то есть в любом случае страхи но если я рассказала про императора значит тоже не не случайно то есть здесь есть некие страхи которые вас сковывают поэтому как раз кину да а дьявол это на старка да здесь вот искушение искушение у страха хорошо идем дальше что мне поможет поднять свою цену либо ценность себя для себя до понимания и что вам поможет либо поднять свой ценник если вы работаете либо ну самостоятельно либо свою ценность то есть вопрос цены и стоимости каждый понимает по-своему да то есть принципе схожие понятия что вам поможет вот смотрите какая красивая карта в этих метафорических картах я вот просто не будет закрывать они везде были видно метафорических картах изображены несколько стадий становления себя то есть кроме того что здесь есть еще и проявление состояний проявление ограничений и так далее так далее есть здесь еще и становление себя как личности но все-таки это идентичность мужская вот здесь вот мы видим маленького ребенка что поможет вам поднять свою цену ну поможет во первых ребенок что он делает здесь он созерцает до понятия процесс да то есть он смотрит он рассматривает можем сказать что вам поможет больше мечтать вам возможно поможет больше надежды до больше как-то фантазий веры в себя но здесь ветер наверное слишком шумно здесь на заднем плане мы видим кастрюлю да то есть видим кто то здесь что-то готовит люди отвернулись от этого мальчика то есть не обращать внимание весь и здесь очень много рук мы обращаем внимание а здесь возможно не обращать внимание помнить зачем вы делаете то что вы делаете какое для вас это ну не знаю удовольствие наслаждение то есть для чего вы это делаете вы должны помнить что этот процесс он ваш заработок денег вы это делаете для себя здесь как раз киву то удовольствие которое вы получаете от денег вы это удовольствие должны вкладывать непосредственно в процесс и не обращать внимание на других людей они могут заниматься чем угодно а вы как будто бы в своем мире то есть вот здесь вот прям оранжевый цвет он непосредственно говорит обучение образование то есть понимание процесса до оранжевый также ассоциация у нас солнца с позитивом что-то таким теплым здесь видим что многие у ребенка без обуви да то есть нету что нам делает обувь она помогает нам двигаться по жизни здесь можно предположить что нету то что возможности как это уже есть слово я забыл называется нету нет и такой помощи да так скажем опоры то что вас бы защищала как-то предохраняла чтобы вы двигались дальше да то есть здесь вот нету мы видим что ребенок все-таки он ногами не упирается он больше как будто бы в воздухе да то есть не хватает вам скорее всего некой такой воздушности то есть отношение к ситуации к заработку да к своей ценности должно быть более легкой как-то знаете как у детей больше с радостью с удовольствием но здесь акцент больше идет на именно вовлеченность процесс то есть ребенок он не просто играет а он смотрит он рассматривает это в самолете который держит в руках какой у нас глагол здесь выходит стыд то есть возможно нужно поработать именно с чувством стыда это детский сценарий мы помнишь здесь еще даже ребенок нарисован то есть сама ситуация нам уже показывает что вам нужно как минимум проработать детский сценарий когда вас может быть а почему вот этот вот страх до осуждений возможно в детстве кто-то пристыдил на почему ты так делаешь и отсюда вот самооценка такая и не совсем уверенная что нам скажут как это рода что вам поможет поднять свою цену либо ценность вот смотрите здесь карта какой смысл имеет то есть мы видим видно да надеюсь девушка прикованная цепью опять цепи да приковано какой-то колония колонии по-русски да по моему вот а здесь есть некий такой хищник который казалось бы он пугает нас да вот но у него в руке вот здесь вот цветок поднесу поближе шума видно было вот видите розовый чтобы не отсвечивала розовый цветок но при этом мы видим что у него есть меч он не пришел убивать эту девушку он пришел ей помочь карта восьмерка здесь восьмерка мечей она говорит о том что ты сможешь высвободиться да только тогда когда а к тебе придет помощь но помощь она приходит не не просто так она приходит тогда то есть здесь вот цветок он сможет ей подарить когда она ему поможет то есть поняв мотивы своих врагов я ты условно говорят он браке здесь это чудовище да когда начинаешь понимать мотивы своих врагов когда начинаешь видеть в других людях не врагов а непосредственно тех же самых людей как и ты только из раненых потому что их прошлый опыт привел и составил сделать поступить так как они поступают да то есть карта говорит о том что помоги своему врагу излечи его раны через понимание и тогда тебе это обернется помощью то есть это он не будет тебя убивать он придет себе также поможет и что это означает в нашем случае да что мне поможет поднять свою цену вот когда вы излечите а самого себя то есть вот аллегория здесь идет что вот этот вот персонаж которого мы боимся страшно он находится внутри нас вы когда вы излечите вот этого вот израненного до своего это страх излечите вот этот страх внутри себя тогда это обернется вашу силу и сможет помочь вам разорвать эти цепи высвободиться да то есть из оков нашего дьявола излечи свои раны пойми на кто был тот человек кто который тебя пристыдил так ли это было может быть да то есть не оправдывая его поступков а увидеть по другим углом что привело что поспособствовало ему на почему так с тобой поступил почему он причинил тебе боль до вред какой-то и это мой виде этого чередовища она находится внутри вас то есть исцели себя исцели эту боль и ты будешь свободен у тебя появятся ресурсы возможности двигаться дальше повысить то здесь есть какая-то травма что вам поможет подружиться следующий вопрос что вам поможет подружиться с деньгами вот что вам поможет подружиться с деньгами я смотрелась все никак не могла рассмотреть что же здесь на полочке здесь вот что мне не совсем видно может вам видно будет вот так какой-то стеллаж а здесь что то есть я не могу понять ладно может быть успехи какие-то может быть щиты не суть так отодвигаю ничего не убираем все было чтобы было ну чтобы было видно значит а что поможет подружиться с деньгами но вот смотрите маленький мальчик он а мы говорили до эгоцентричен все дети в детстве достаточно эгоцентричные это нормально да здесь он маленький принц со своим волшебным каким-то мечом то есть со своими мнениями со своими знаниями да со своим видением мира и он здесь должен выступить пойти на сцену если девушка здесь которая чуть старше девочкой его до возможно уже имеет какой-то опыт то для него это колоссальный страх и него это стресс как это пойти выступить то есть мне придется снять свою корону потому что пока я не на сцене пока я не вышел я маленький принц почти король но стоит мне выйти мне страшно возможно если будет какое-то поражение мне придется снять эту корону моим придется признать свое поражение либо наоборот если я выступлю прекрасно мной будет восхищаться и моя корона вырастет еще больше да то есть через публичное выступление здесь наш ребенок начинает самоутверждаться опять-таки да другие люди мнение до через внешний мир что поможет подружиться с деньгами давайте мы вытащим еще и глагол и посмотрим что же вам поможет подружиться с деньгами вот принять правильно я прочитала тоже я боюсь принимать до принимать что нужно принять что есть не мнение других людей да ведь это люди оценят выступление маленького мальчика а то что есть возможности вот здесь вот мы смотрели по башне до мировоззрение мировоззрение сейчас спущу глаз посмотреть на ситуацию под другим углом не то что люди осуждают я ведь не знаю да то есть если у меня был единожды опыт выступления не факт что и второй раз меня будут осуждать а допустить что есть и другие точки зрения а нужно бы как у вас мы смотрим а что поможет подружиться с деньгами допускать что есть и другие точки зрения людей да и это поможет более проще относиться скорее всего критики нам это как раз таки поможет вам проработать вот этот вот свой свою травму до стыд как только вы ее проработали вы примите себя через принятие себя через то что вы увидите что есть какая-то какие-то и другие качества где этот вот он видите персонаж с пазлами есть и другие качества но здесь он не целостный ему еще не хватает раз два три четыре пазла два у него есть а два ему вот которые вот здесь вот а два которые на ногах еще предстоит ему найти то есть нету я бы сказала целостного понимания себя то есть многие какие-то теневые аспекты вы еще не знаете о себе но вот как только вы их изучите а только вы поймете их первопричину вы сможете процесс понимание процесса кастрюля здесь варится понимание процесса мы говорили он рассматривает как работает этот самолетик как только вы это осознаете у вас поменяется отношение к людям у вас поменяется отношение к мнению других людей возможно на кого-то вы будете реагировать а возможно нет то есть если вы действительно прорабатываете что-то ваша реакция автоматически на это меняется да то есть не то что она уходит из негативной идет позитивной нет это тоже не есть хорошо а более нейтральные да то есть ну есть и хорошо нет тоже хорошо такое если мы меняем прямо на противоположность это тоже не есть хорошо то есть мы не проработали возможно мы ушли как-то в самообман да поэтому с деньгами вам поможет подружиться принятие себя принятие себя что нам скажет порода что нам поможет подружиться с деньгами вот здесь как раз таки двойка сфер игра мальчик играет то есть он не боится потерять эту сферу которая золотая он ее бросает здесь есть его друг игра да более легкое отношение да как раз таки вот мнение не колебаться одного края в другой да от плюса в минус а более проще не суетиться а найти какой-то вот знаете баланс и получать удовольствие от самого процесса то есть от того что я выступаю я получаю удовольствие не от того что мне будут хлопать или нет а то что вот когда я выхожу на сцену я уже преодолеваю какой-то страх и от этого я начинаю уважать и ценить себя больше я смог я преодолел то есть мы наслаждаемся от преодоления внутри нас наших же страхов и последний вопрос он будет у нас про убеждения мои негативные суждения о деньгах что вы думаете какие у вас есть убеждения о деньгах хочется сказать деньги детям не игрушка смотрите ваше суждение сразу бросается взрослый человек атлант который держит мир на себе либо взрослый мужчина который держит камень а ребенок пока держит воздушный шар то есть в принципе аллегория большого и маленького да но при этом разница лишь в объеме здесь хочется сказать что возможно здесь взяли какой-то формат какие-то мысли либо вашего отца либо человека мужчины да который был авторитетом для вас то есть не обязательно в семье авторитет отец может быть дедушка может быть дядя может быть брат то есть человек ну именно мужского пола да который для вас в тот момент да вот вы были маленьким ребенком у вас были какие-то идеи а он уже как-то добывал то есть вот этот вот формат денег что деньги трудно да и вот в этот формат убеждения деньги зарабатываются трудом трудно здесь у нас трудно и здесь у нас трудно вы этот формат взяли и проработали то есть это какие-то чужое какое-то чужое детское мнение что еще можно сказать да что хочется вот прям изменить в этой карте прям хочется сказать что да возьми ты брось этот камень да ну то есть ты уже на вершине посмотрите очень интересный момент для чего он держит этот камень да если бы это был действительно мир да атлант который держит мир ведь он просто держит какой-то валун да огромный огромный камень но при этом здесь есть горы он уже на высоте то есть для этого ребенка он уже достиг каких-то успехов какова какой смысл да поднимать вот эту вот тяжесть вот это такое ощущение что какая-то вот бессмысленность да есть какой-то вот авторитет иконы что-то такое большое что-то огромное вот какие-то силы надо предпринимать но при этом бессмысленно да ну то есть для чего он поднимает этот камень ведь он одной ногой уже на горе зачем зачем лишний труд хочешь сказать да сизов труд когда камень этот валун поднимали в гору и как только достигали эту гору ну то есть аллегория мифологии этот камень снова спускался и приходилось мужчине заново поднимать толкать этот камень в гору и так до бесконечности потому что каждый раз когда камень поднимался в гору он отпустив его он снова скатывался вниз и надо было поднимать наверх поэтому бессмысленно здесь такое ощущение что какие-то негативные суждения связаны с тем что вы это понимаете что можно денег получать легким путем да более простым но вот какой-то вот какая-то бессмысленность есть тяжесть да то есть деньги приходят тяжело деньги надо деньги приходят только от работы потому что все-таки здесь человек что-то делает совершает какие-то действия да то есть просто так лежа на кровати вы понимаете что деньги к вам не придут да вот это тоже убеждение то есть вы не допускаете возможности там я не знаю каких-то призов пособий что вот просто так да условно говоря приходят деньги но здесь вот ребенок стоит и смотрим мы вытащим глагол посмотрим да негативные суждения о деньгах какие вот добиваться да всего надо добиваться самостоятельно может быть мужчина говорил вам да деньги не приходят просто так деньги приходят только от труда деньги приходят сложным путем давайте еще вытащу глагол один вот зарабатывать вот прям смотрите видно да видно синхронично да а у вас зеркальное я сейчас смотрю зеркальное отображение да то есть я досмотрю слева направо а вы видите наоборот или нет видно нормально не могу понять зарабатывать да деньги нужно зарабатывать то есть другим путем вас в детстве не научили именно поэтому вы не видите сейчас возможности да только либо через какую-то помощь помните второй вопрос у нас был как деньги могут приходить ко мне по-другому только через помощь года другого формата нет но здесь есть изменения нужно что-то изменить да нужно заметить эту возможность хорошо что он нам скажет Таро ваши негативные суждения о деньгах а вот как раз таки выпало император да почему я их и перепутала вот смотрите здесь у нас император а здесь у нас дьявол да почти почти схожие карты здесь император у нас находится на каком-то существе то есть то ли это паук то ли еще что-то а здесь у нас дьявол это все-таки козерог да то есть здесь у нас овен здесь у нас козерог но при этом огонь и там и тут только здесь цепь сковывает нашего дьявола а здесь как раз таки то что я говорила да свет в конце туннеля то есть умение с помощью вот этой вот божественной божественного света желания да через желание жить человек находит решение я говорила что император это все-таки про безопасность вот здесь есть у вас какое-то убеждение связано с тем что получать деньги да зарабатывать деньги небезопасно почему почему есть такое вот убеждение что деньги небезопасно да смерть 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 потому что приходят какие-то перемены потому что в прямом смысле могут убить могут лишить чего-либо да когда у тебя есть деньги ну что еще может быть да неизвестность да деньги небезопасно потому что ну неизвестно да то есть здесь тройка книг этот аркан у нас говорит о том что решение уже принято да люди здесь легли спать то есть они приняли определились с тем какую книгу они будут читать вот и они путешествуют по страницам этой книги но никто никогда не знает чем закончится история в конце книги то есть это непредсказуемо но при этом выбор уже сделан и здесь вот с чем связано что деньги небезопасно есть некая неизвестность неизвестно к чему они приведут то есть что я может быть потом да то есть здесь это решение принято мне придется как-то измениться а я возможно и не хочу да то есть я не знаю к чему меня приведут если у меня будет больше доходы я не знаю к чему меня это приведет да насколько мне будет безопасно с этим а это один момент и второй момент мне придется сделать выбор То есть, когда у меня есть деньги, мне нужно будет, возможно, научиться их как-то знать, где их держать, эти большие суммы. Как вообще себя вести с большой суммой денег? Может быть, надо было куда-то вкладываться? То есть, здесь вопрос в выборе, один момент. И второй момент, может быть, в личных ваших взаимоотношениях прийти некий такой раздор. Опять-таки, может быть, в вашей родительской семье постоянно ругались из-за денег, и у вас остался этот момент, что деньги приводят к конфликтам, к разводу. Может быть, разводились и делили как-то имущество. Проблема с деньгами была. Вот этот вот страх денег, что деньги, это небезопасно. И связано каким-то образом с выбором с одной стороны, с другой стороны именно с любовью. То есть, разрушает. Возможно, деньги разрушают. Возможно, третьи какие-то лица появляются, когда есть деньги. И также деньги портят человека. Это колесо фортуны, десятый аркан, говорит о том, что процессы-то уже запущены. Но до тех пор, пока ты начнешь видеть свои результаты, здесь человек уходит один туда, другой сюда, как в зеркале. Но когда ты начнешь видеть свои результаты, у тебя должна быть конкретная цель, конкретное направление, куда ты идешь. Иначе ты потеряешь свои ориентиры. То есть, продолжай делать то, что ты делаешь. Пока ты получишь тех результатов перемен, которые запустились. То есть, возможно, есть такой опыт в семье о том, что... В родительской, а может быть и в вашей, да? Что вы потеряли ориентиры. Стали появляться в какой-то момент деньги, и я потеряла ориентиры. Ну, то есть, запутался. Я не знаю. Не знаю, что теперь делать, как мне быть. То есть, деньги принесли проблемы. Мы потеряли свой какой-то путь. Давайте вот еще-еще два глагола просто посмотрим. Отстранение. Вот смотрите, прям вытащила на эту карту, да? На аркан влюбленных, да? Что аркан выбора? Отстранение. Здесь развод, да? Деление имущества. Видимо, это было очень болезненно. И вот на колесо фортуны вытащу. Действуй, да? То есть, перемены. Действовать. Надо действовать. Перемены. Надо двигаться. И это был не единственный аркан, который нам говорит о переменах, начиная с башни, да? А мы, возможно, и не хотим меняться, потому что любые перемены равно смерти, да? Значит, деньги равно опасность. Это смерть. Это перемены, да? То есть, моя жизнь уже не будет такой, как была раньше. А поскольку я не знаю, есть неизвестный, я не знаю, какой она будет, меня это все пугает. И вот эта вся история. Поэтому мы отказываемся от денег. Я не говорю от огромных денег, а вообще от взаимодействия с деньгами. То есть, негативные убеждения. Вот такие вот у нас есть. Да? Ну, и мы помним просто, что это общий расклад, да? Не у всех могут быть, но несколько вариантов. У вас могут быть несколько вариантов. Подошло сразу. Не ставь, что я сказал, может быть, какой-то один. Потому что варианты все-таки здесь убеждения. Ну, несколько. Вот такой вот расклад у нас с вами получился. Я не буду спрашивать, нравится ли вам такой формат или нет. Потому что знаю, что многие скажут, с одной стороны, нравится. Потому что вы видите карты, да? Метафорически вы с ними работаете. У вас свои ассоциации появляются. И это хорошо. И я краски приветствую, что у вас появились свои ассоциации. А с другой стороны, кто-то скажет, что нет, Элени, мне не понравился такой формат, потому что я не вижу твою эмоцию. То есть мы это уже проходили, когда говорили, что мы хотим видеть твое лицо, твою реакцию. Но данный формат был исключением просто потому, что я хотела вам показать метафорические карты. Когда мы приходим вообще, если правильно работать с метафорическими картами, когда приходим на прием к эксперту, человеку, который работает с метафорическими картами, либо к психологу. В принципе, они работают, да? Ну, коучи, может быть. Карты вытаскивает сам клиент. Не мастер. Он вытаскивает. Карты всегда перевернуты. Ну, вот так вот именно лицом. И человек выбирает самостоятельно, в зависимости от вопроса, которым задает эксперт, что ему созвучно, да, и по состоянию. И дальше идет работа. Ну, в общем, работа с метафорическими картами, она очень интересна. У меня она не единственная. Это колода. Есть еще и вот такая, про тебя, метафора женской идентичности. Я ждала 5 месяцев, как я уже говорила в Инстаграме, пока мне из-за коронавируса придет 5 месяцев, боже, эти колоды с Москвы, с Россией. Я рекомендую, да? То есть есть сайт с метафорическими картами. Я уже не помню, как он называется. Можете зайти, поискать в интернете и купить. То есть даже для самостоятельной работы, это очень-очень, ну, вот сейчас камера есть, я вот такую быстренькую мужскую, женскую я показывала в Инстаграме, а мужскую нет. Очень красивая такая колода. Она достаточно удобная, маленькая, она 10 на 7, а не 12, как Таро. Ну, то есть по сравнению с Таро, видите, она намного ниже, да, разница. И по ширине, ну, вот, видите, она и чуть-чуть шире. Но очень такая говорящая, если ты умеешь пользоваться, да, это вот мужская идентичность, есть еще и женская. Такие интересные карты для самостоятельной работы тоже, если сможете, будет здорово. Я напоминаю вам, что если вы не подписаны на мой Инстаграм, подписывайтесь, потому что в сторис по понедельникам, да, я играю сам с собой, сам себе Таролок. Как раз вот на разных колодах, как на Таро, так и на метафорических, на оракульных, да, обучаю, в принципе, в формате игры уметь считывать знаки и их интерпретировать. То есть если вы научитесь этому, можете дальше, в дальнейшем интерпретировать свои сны, получать знаки от Вселенной. Все это проходит в формате игры и периодически у меня так это, в приходе такое осознание, да, что можно еще вам полезного и хорошего сделать. Поэтому рекомендую вам подписаться на мой Инстаграм, кто не подписан, да, это единственная соцсеть, которую я оставила открытой, все остальные закрыты. Вот, но если вам понравилось, понравился вот такой расклад, значит, я буду каждый раз делать такой формат, вот, но я предлагаю вам прийти на индивидуальную работу, да, где мы сможем больше углубиться и посмотреть любую тему, да, будь то отношения, будь то финансы, профессиональная сфера на метафорических картах. Если вам интересно, если нет, ну, Таро, ну, не суть, приходите на индивидуальную работу. Если кто-то хочет записаться на индивидуальную консультацию, информация об этом есть в описании к этому видео. То есть вы не пишите мне сразу на почту, а есть ссылка, которая называется «Мои услуги». Нажмите туда и посмотрите, сколько стоит консультация, как проходит пятничная акция, обучение Таро, кому интересно, да, то есть вся информация. Сначала ознакомьтесь, а потом пишите мне на почту, потому что то, что вы меня спрашиваете, в тексте уже есть. То есть если вы один раз просто нажмете правильную ссылку, получите необходимую вам информацию. И я напоминаю, что в эту пятницу у нас будет пятничная акция, вы можете записаться на пятничную акцию, опять прочитав в описании моих услуг, как проходит пятничная акция, потом присылайте заявку мне на почту. Либо в описании опять-таки есть правило участия в пятничной акции, отдельная ссылочка, нажимаете и смотрите видео и понимаете, что и как проходит. А я с вами прощаюсь, надеюсь очень на вашу обратную связь, мне будет любопытно прочитать. Я напоминаю в очередной раз, если вы не видели какой-то из раскладов, о том, что я говорила, что хочу изменить немножко формат, не то что изменить формат, а как-то его больше обогатить и соединить психологию. То есть все свои навыки, которые я когда-то чему-то обучалась, воедино сделать канал действительно самокопания, да, самопознания. То есть соединить психологию, тарон, экзотерику, мистику, коучинг, что немаловажно, да, умение задавать вопросы. И это все будет направлено именно на познание, на узнавание себя, на понимание себя. Почему я это делаю? Цель одна. Я не люблю зависимость, я люблю быть и познавать, кто я есть. Я не хочу быть копией кого-то, я хочу быть собой. И это мой путь по жизни без сторон. То есть я в каждодневной своей жизни во всем ищу какие-то смыслы, чтобы понять себя, узнать себя. И то, что я делаю в своей жизни, я это транслирую на канале. То есть не то, что я отдельно, моя личная жизнь, моя профессиональная. Для меня это образ жизни. И если вы разделяете мой образ жизни, добро пожаловать на канал. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, дизлайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Оповещение о новом видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. 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 Продолжение следует...